12 июня куряне вместе со всей страной в 20-й раз отметили День России. В программу праздничных гуляний внесла коррективы погода. Ураганный ветер, проливной дождь и гибель на воде. О последствиях стихии расскажет Ирина Шашкова. 4000 звонков с просьбой о помощи. Куряне сообщали службу спасения об отключении света порывах линии электропередач упавших деревьях. Причина ЧП ураганы 10 и 12 июня. Досталось практически 11 районам и городу Курску, в частности железнодорожному округу. И 12 июня этот фронт прохождение было связано в основном по городу Курску. Теперь досталось Сэмскому округу, Золотухинскому району, Монторовскому району. Неполадки на линиях аварийной бригады электриков устранили оперативно. Социально значимые объекты в зону отключения не попали. В особом режиме во время праздников работали и инспекторы ГИМС. На территории нашего региона 58 официальных пляжей. Спасатели проводят рейды ежедневно. А место для купания у вас один знак или нет? Нет, место купания вот это для взрослых, а вон там стоит. Для детей. За буйки заплывать нельзя, соответственно. За детьми особое внимание. За нарушение требований безопасности штраф от 100 до 1000 рублей. Кроме того, административная ответственность предусмотрена из-за купания в необорудованных местах и распития горячительных напитков на пляжах. В компании одна девушка и двое молодых людей в Монтурском районе. Они отмечали праздник. У них там было 35-летие района. Вот в течение двоих суток потреблялись пятные напитки. После этого вышли на водоем и, соответственно, решили плыть на перегонки. Ну вот, доплавались до такой степени, что девушка осталась под водой. Будьте осторожны, берегите жизнь и здоровье, призывают курян сотрудники МЧС. В случае опасности необходимо обращаться по единому номеру вызова экстренных служб 112. Ирина Шашкова при содействии Пресс-службы МЧС России по Курской области.